В Нижневартовске прошел чемпионат и первенство Югры по картингу. Подобные состязания в городе не проводились уже больше 15 лет. И для любителей этого экстремального вида спорта соревнования стали поистине радостным событием. Проявить себя и побороться за медали приехали около полусотни участников из Ханты-Мансийского и Малоненецкого автономных округов. О том, кому покорилась трасса, расскажет Анастасия Николенко. Минусовая температура и обжигающий ветер придают азарта пилотам на пути к заветной победе. Подбадривают крики болельщиков и вот уже слышен рев моторов. К стартам готовится участник из нового Уренгоя Дмитрий Башкиров. Когда-то друг пригласил его посмотреть на соревнования по картингу. С тех пор прошло 15 лет и за это время Дмитрий смог достичь высоких результатов. Теперь прививает любовь к этому виду спорта своему сыну. Во-первых, успех зависит от того, как подготовил технику. Это изначальный момент. А второй момент это уже касаемо команды. То есть команда решает очень много. На ледовой трассе около полусотни спортсменов в возрасте от 4 лет. Это команды из Нижневартовска, Коголыма, Сургута, Радужного, Нового Уренгоя и других городов и поселков Хмао и Янао. Борьба серьезная. Гонки среди представителей 8 профессиональных классов. В первом заезде за победу в национальном борются сразу несколько опытных спортсменов. В итоге золото отправляется в Новый Уренгой. Самым быстрым оказался номер 92 Никита Савин. Картингом я занимаюсь 7 лет. Не раз я занимал первые места. И перед каждым соревнованием всегда нервничаю. Когда стоишь на старте, не знаете, что может случиться. Может колесо отвалится, а может мотор заглохнет. Я очень рад, что в карте мой поехал как надо. Тем временем подошла очередь 10-летнего сургутянина Савелия Толмачева. Все участники соревнований как на подбор сильные и волевые. Ведь развивать скорость под 100 км в час навстречу суровому северному ветру в сидении без кузовного автомобиля – это не так уж и просто. Тренировочные соревнования прошли отлично. На победу я точно уже настроен. Так что кто не сможет меня победить. Самого младшего участника соревнований, 4-летнего Тимофея, сегодня поддерживает дедушка, пока отец мальчика находится в зоне специальной военной операции. Получается семейная династия. Сам занимался в детстве картингом, потом с сыном увлеклись, более 20 лет с ним занимался. Решили попробовать, внуку понравилось. Будем дальше развивать. Главное было бы желание ездить. В результате настоящих мужских баталий первыми стали картингисты из Сургута и Нового Уренгоя. Это спорт, в котором побеждает не только самый сильнейший, но и самый маневренный. Анастасия Николенко, Эрик Абдолганеев, Вести Югория, Нижневартовск.